Всем мурмяу, кто смотрит меня, записи на ютубелька, только что подошел на мой стрим, на отвече, на ютубе, на гудгейме, меня зовут Мира, мой ник Моба Филка, и мы продолжаем игру по Нью Драйв. Бежим исследовать, исследовать двор и проверять наше, наше чучело, потому что, ну это уже у нас такая традиция. Здесь в начале игры постоянно такой звук странный, громкий, он такой прям вот вообще, вообще давящий, а потом становится все очень тихо, это странно. Проверяем, здесь ничего нового не появилось, но скорее всего вряд ли что-нибудь появится, ну да, конечно. Чучело на месте, никуда не делось, еще на месте вроде. Привет. Такой обнимающий чучело, такой, о, обнимашки. Куличка у нас один остался. Мира камера? В смысле, что с камерой? А, точно, Мира камера. Да, я перепутала, ребята. Извиняюсь. Камера вернула, я забыла. Ха-ха-ха. Сейчас мы так и продолжили играть. Прошу прощения, ребят, я все вернула. Я молодец. Спасибо, что напомнили мне про эту камеру. Ну, знаете, это как обычно, я что-то вечно забываю где-то чего-то, что-то не так делаю, где-то вылез. Такое случается со мной часто. О, микробы по коже побежали. Блин, где телескоп? А какие микробы? Какой телескоп? У меня микробов по коже нет, наверное, не знаю. Может быть, есть которых не видно. Вообще-то в теле человека-то очень много микробов. Прям вообще много. Ага, пойдемте сразу на второй этаж, там, где мы открыли. Новая, новая. Новые горизонты открыли, сразу туда побежим. Дороги все везде включаем. О, второй этаж. А что было похоже на теленовости, человек на переднем плане что-то рассказывает? Что показывает на заднем плане? Ну, может быть, ребята, все равно очень странно, наверное. Выглядело. Так, вот здесь вот мы открыли дверку. Давайте посмотрим, что вообще здесь происходит. Просмотрим внимательно данную комнату. Что-то, что-то здесь должно произойти такое. О, здесь есть дверка. Вторая. Понятно. Запоминаем, что здесь тоже имеется дверь. О, и батарейки. Вот, слушайте. Как назвать? Смотрите, музыка резко пропала. То есть она вначале идет какая-то такая гол-гол-гол-гол-гол, а потом бац и резко пропадает. Это очень странно. Смотрите-ка, значит, чуть-чуть были за стороны тени. Вы тоже это заметили? Вот здесь вот такая тень какая-то пробежала странно. Запоминаем, вот здесь вот очень место такое незаметное. Я могу пропустить, его надо как бы его записать так. Красные диваны. Еще одно место с батарейками. Это значит, новая часть. Часть. Новая часть. Вперед. Вперед. Красные диваны. Главное потом свои все записи умудриться расшифровать. Вот. У нас уже получается 6 мест с батарейками. Тут еще спички. Но спички это и есть, это ладно. Спички-то... Все-таки, мне кажется, батарейки в фонарике важнее, чем спички. С фонариком как-то комфортнее ходить. Будет, наверное. Но батарейки-то быстро закончатся, я предполагаю. Если вот так вот активно используются, не как сейчас я. Вот здесь батарейки помню. Видите, они не пропадают. То есть день прошел, а батарейки на каком месте были, на таком и остались. Ага. Батарейки-то мы нашли, а вот ключик мы не нашли новый. А это нехорошо. Будет сейчас весь дом обследовать и искать ключ. Часы стучали, надо их проведать. Что они там стучат? Может быть, что-то хотят нам сказать важное? Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Что такая музыка стала резко? Я что-то сделала опасное? Картина? Зеркало? В зеркале я не отражаюсь. Очень странное зеркало. Ой, ты е... Господи, что это было такое? А че так резко-то? Что это такое случилось? Блин. А, от Мирочки не хватало скримеров. Получай, Мирочка, скримеры. Где мой ключик? За мои страхи мне должен... Мне положен ключик. Походу, мне это ключик. Че себе меня напугало? Ты просто так... Что это было? Это был скример, детка. Мира снова пропустила скример. Но я испугалась. Я, может быть, его и пропустила, но я-то его и испугалась. Это очередной ключ посетил этот мир? Так там все-таки ключ, что ли, лежит? Кто опять меня псыкает тут? Псы, псы. Где? Вот где должен был случиться скримеры? Где я должна была найти ключ? Нет его. Меня обманули. Жестоко. С меня стребовали страх, а вновле ничего не дали. Вот, часы бренька, я слышала. Может быть, тут что-то я увижу. Часики. О, да, детка, наконец-то реальный скример получила. Да, знаете, прям такое испытала наслаждение. Такая экстаз, наконец-то, да. Это как раз в тему моего названия стрима. Для люб... Я вот теперь вот... Раньше я могла точно сказать, что да, я хорроры терпеть не могу. Играю в них, потому что вам нравится, как я пугаюсь. Но теперь я не знаю. Вот серьезно, я не знаю, люблю я их или не люблю. Там какая-то записка или мне кажется? Потому что... Вроде теперь мне начинает это все и нравится. То есть мне и не нравится, и при этом нравится. Это очень такой... Когнитивный диссонанс получается. Это так странно. Иметь просто два противоположных мнения на одну и ту же вещь. Я теперь реально стала какое-то извращенное наслаждение получать от прохождения хорроров. Возможно, мне стоит пускать второй этаж еще раз. И что-то упускать. Ага. Вот он и так. Да е-мое! Вот это ты упустил, да, парень? Что это было? Ой, я этого не видела. Да тут у них бафомет на стенке. Офигеть! Сколько я всего, оказывается, не замечала. И картина странная какая-то. Откуда же эти упали? Они сверху лежали, где-то висели? Полезно же иногда кишечник очищать. Вот ради чего смотрю хоррор, извиняюсь, но оно сказало не псы, а не ссы. Не, я услышала пс. Пс. Какое ссы? Не ссы. Окей, мы получили ключик один, очередной. Очередной ключик. И я предполагаю, что, возможно, это ключ от той части, скорее всего. Оф, опять эти космические звуки. Вот здесь вот была дверь, я точно помню. Еще дополнительная. Да! Это от нее оказалось. Ничего себе я угадала. Да я прям начинаю понимать эту игру. Что? Что? Это еще один коридор. Да вы издеваетесь. Ну сколько же можно коридоров? Ну, ребят, я только начинаю осваиваться, они мне дают еще одну часть. Я уже просто сейчас буду путаться везде. Ну что такое? Ну что здесь такое вообще? Здесь дверь какая-то, да? Нет. Здесь еще один коридор. Да вы издеваетесь, серьезно. Так, мне нужен свет. А вот эту лошадь мы уже видели. Что-то повторяющаяся картина, нет, рушно. И вот он, последний наш ключ подошел. Сколько мы его хранили? Хранили этот же ключ у нас чуть ли не с начала игры. И он наконец-то подошел. И что же здесь такое мы сейчас увидим? Важное. Что это такое связь? А, это выключатель. А с этой стороны где выключатель? О, тут что, выключателя нету? Серьезно, здесь нет выключателя? Что это за комната? Я-то думал, здесь батарейки есть. Так, запоминаем еще одно место. Так. Новая часть, вперед, красный тема. Вот после новой части, вперед. Значит, новая часть. Часть, вперед. Дверь. Дверь. А-а-а, вперед. Чулан. Короче, я надеюсь, я потом это смогу найти по своей подсказке. А-а-а. Потому что здесь такая прям нычка. Здесь еще и эти есть. Спички. Здесь еще и спички. И пишу еще плюс спички. Какая страшная бабуля на картине. Мира, глянь. Бабуля, которая там вот внизу была. Это эта бабуля? Которая там держала кого-то на руках. Или ты вот про эту бабулю? Тут вообще много всяких странных картинок. О. Даже далеко идти не надо. Что там такое? Там что-то такое странное. Какие-то две кости висят в воздухе. Точнее, что кто-то там стоит. Наверняка это просто тумбочка. Обычная сама. Я так и знала, что это тумбочка. Тут спички и... И, и, и. Вот, мне кажется, вот здесь вот и... Ё-моё, тут еще одна. Следующая дверь, короче, пишем. Следующая дверь. Еще одни батарейки. Сколько же можно? Следующая дверь. И тут комната вот нашей уборщицы, мне кажется. Комната уборщицы. Какая-то она, знаете, вот действительно, как будто комната прислуги. Письмо? Да я письмо вижу. Просто если я сейчас прочитаю письмо, у меня же сразу день закончится. Надо записать, все обследовать. Ага. Понятно, здесь еще и дверь есть. Просто лабиринты. Вчера случилась гроза, я понял, что большой особняк может быть весьма жутким местом. Ты только из-за грозы это поняла? По-моему, я с самого начала игры это поняла. Что такое особняк? Особняк это жуткое место, особенно, когда никого нет. День шестой? Сколько здесь дней? Кто знает. Ооо, музыка-то все нагнетается, нагнетается. Что происходит? Что с музыкой? Короче, я пойду на улицу. Смотрите-ка, у нас уже стало темно изначально. А, дождь, потому что, понятно. Дождь. Ну ладно, по дождикам погуляем. Мы тут душ-то не принимали еще ни разу в этой игре. Так хоть помоюсь, кто-то в кустах бегает. Офигеть. Так хоть помоемся разочек. 30 дней? Вы что, издеваетесь? Серьезно, 30 дней? 30 дней? 30? Как? Как это вообще возможно? Я думала, тут максимум дней 10. Почему он такая длинная, это играй? Чучело на месте, это самое главное. Ключ! Вот, я не зря вышла. Вот не зря я тут проверяю, каждый раз бегаю. А? Ребятушки, не зря же. Чучело, привет, поздороваемся. Нашим дружбаном. Если чучело на месте, то я спокойна. Значит, не так все страшно. Вот видите, здесь есть топор. Но почему он топор с собой не берет? Так, ключик не подходит. Ну ладно. Кто-то в кустах бегает, сказала Мира, бегающая в кустах. Ну так кроме меня кто-то еще бегает. Я по кустам не бегала, а все равно кто-то в кустах шуршит. Вот здесь батарейки есть, и там батарейки еще есть, да? Да. Вот батарейки, видите, они... Кто-то говорил, что вдруг они исчезают. Нет, батарейки остаются на месте. Они никуда не исчезают. Все хорошо. Да, кстати, у нас осталось уже заряда очень мало у нашего фонарика. Походу, придется батарейки использовать скоро. Все. Вышли мы не зря, получили новый ключ. День удался. Теперь нужно бы все... Так, начинается. Вы уже слышали, да? Лаги начинаются, электричество. Вот по-любому скоро отключится. Больше чем уверена. Когда этот день наступит, это будет... Вот, опять оно, электричество. Не дай бог оно сегодня уже отключится. Это же мне оставшиеся там сколько дней? 24 дня выживать без электричества? О, ребенок появился. Класс. Тут еще дети, оказывается, были. Подождите-ка. Вы видите? Там девочка. Там девочка за окном катается. Ребята. Серьезно, там девочка за окном. Вон она. Прикольно. Только эта девочка так ощущает, что она... Вырезана из бумаги, такая плоская. Видите, когда она вверх поднимается, ноги у нее становятся плоскими. Вот, походу, знаете... Электричество отрубится от грозы. Вот, я уверена, да. Скорее всего, это сегодня случится. Сегодня она выключит свет. Потому что от грозы... Не зря эту грозу ввели. Не зря вот сейчас электричество начинает шебуршать. Вот, скорее всего. От грозы молнию ударит куда-нибудь. И... От грозы все вырубится нафиг. Да, походу, этот момент сейчас наступит. Да, нет, здесь проста это все. Девочка там катается. Где эти спички в одном доме? Да, опасненько. Опасненько. Миры тут не лишние. Зря, то есть с открытыми глазами зрить. Чего? Я не совсем поняла фразу. Это о чем вообще? Что не лишнее? Почему зря? Что там зрить? Тебе стоит немножко пояснить. Спичечки. Готовимся. Они скоро нам пригодятся. Проводка промокла. Ну да, да, да. Явно что-то с проводкой сейчас случится. Будет... О! А, в кабинете я уже записывала, что есть батарейки. Да. Явно сейчас что-то тут и случится с этим делом всем. Останемся мы нафиг без света. Хантер Рус, привет тебе. Во, ну вы посмотрите, ну что происходит. А-а-а, ё-моё. А вот же сейчас скоро будет весело. Просто так весело. Веселее некуда. Да блин. Где тут дверь? Вот она. Девочка сломает свет. Да это не девочка, это молния. Хотя, может быть, девочка призвала молнию. Кто узнает. Вызывай электриков, а то замыкание, пожар. Уборщица вызовет. Вот, вы видите, что происходит. Вообще жесть. Так, ладно. На первом этаже, походу, больше ничего. У нас есть один ключ. Один. И применить мы его можем. Много куда, на самом деле. Где тут свет. Вот тут вот есть точно вроде как одна комнатка. Дополнительно. Блин, не то. Ооо, сейчас случится капец полный. Девочка, хорэ мутить тут. Отключи грозу, пожалуйста. А вам вот эти статуи шуршат так вот. Как будто веревки какие-то. Статуи делают. Они, возможно, головами шевелят. Надо запомнить расположение их голов. Если слышу шуршание, то проверяй сразу, куда повернулось. Голова, статуя. Хочешь мне расходить к девочке, а? Нет, чуть не хочу. Я уже ходила по улице. Зачем мне туда еще идти? Там мокро, дождь. Мне хватило одной прогулки. Окей, где-то здесь свет будет сейчас. Вот. Я только что слышала смех в саду. Где качели? Понятно. Сейчас все-таки придется к девочке идти, да? Ой, ты мужик вообще безбашенный. А, ну хорошо, погнали. Погнали, погнали туда. Хорошо. Я тебя поняла. Мы идем. Мы идем. А здесь, кстати, гроза. Она должна свет давать. Точно. Будем экономить батарейки. Ну что, малышка, давай общаться. Клава шумная, пипец, но это механика, ребят. И мне нравится ее шум, и я не собираюсь менять ее ни на что другое. Но если менять, то только на механику тоже очень хорошую. Возможно, есть какая-то механика менее шумная. Тогда, пожалуй, я поменяю. Согласна поменять. Но механика вся дорогая. Ой, я уже испугалась, что чучела нету. Он на месте. Все хорошо. А девочки-то нет. На качелях, наверное, ключ лежит. О, ключ есть. Отлично. Ладно, я понял. Спасибо, девочка, за ключ. У меня мама филолог, поэтому я эти тонкости урус-вязока знаю. Ну, кстати, мама филолог, это, конечно, хорошо, но это уже не ты филолог. Знаете, это странно. Значит, ну вот у меня, например, дядя играет, ну, музыкант играет в театре. Что же, я, по-вашему, тоже крутой музыкант и разбираюсь в этом все? Нет, вроде. И, конечно, сама я немножко там на фортепиано когда-то играла. На клавесине немножечко мне показывали, но я все равно не считаю себя профессионалом музыкального дела. Ну, в нотах более-менее шарю. Ну, это уже недостаточно. Проверяем, может быть, это от этой двери? Нет. Понятно. Ё-моё, где здесь дверь? Не подходит. Ой-ё-ё-ё-ё-ёй. Мама-мама, родная. А здесь нет, в случае, еще одной какой-то двери, по-тайну, которую я не вижу. Нет. Нет. Дверей нету, ясно. Тогда я предполагаю, что нам нужно пойти на второй этаж. В новую часть дома. Скорее всего, эти два ключа где-то там и пригодятся. Про что игра? Это хоррор про поиск ключей. Смотрите-ка, а уборщица-то наши эти мечи-то убрала. Правда, она обратно их не повесила. Просто куда-то убрала. Может быть, стырила? Надо ей выговор сделать, чтобы вернула. Хозяйское-то добро. Здесь все в порядке, вроде. В нашей комнате ничего не изменилось. Сюжет. Сюжет 10 из 10. Да нормальный сюжет, прикольный. Атмосферненько. Спасибо за фолло. Добро пожаловать. Мне игра пока даже нравится. Вначале она как-то не слишком зашла мне. А сейчас? Когда я более-менее разобралась. В принципе, даже ничего так. Прикольненько бегаешь по дому. Новую комнату открываешь. Хорошо, вот здесь вот была вроде проходка новая, которую мы с вами открыли. Нашли. Да, вот здесь вот была у нас дверь. Здесь комната прислуги. И там еще дальше дверь была. Я это точно помню. А, то есть тут не только комната прислуги. Тут же коридор был точно. Тут целый коридор. Значит, тут в этой комнате есть точно батарейки. Здесь комната прислуги и следующая дверь. Вот. Тут уже есть батарейки. Ага! Я так и знала, что подойдет. Я как чувствовала. Ой! Да! Неожиданность. Ой, тут вот... Короче, тут тоже батарейки есть. Надо записать стрелочку. Покажу, что после комнаты уборщицы. Следующая. Девято уже. Девять мест. Следующая. Дверь. Тоже есть батар... Ой-ой-ой. Тоже есть батарейки. Ой, и ключ есть. Класс. Что еще есть? Это что такое? Это свечка. А, здесь просто шкаф. Фу, я уже думала, что тут еще какой-то проход. Это было бы вообще жесть. Слишком много проходов. Ладно, понятно. Слои страха. Слои страха, да, мы проходили. Есть на моем канале запись со стрима, как мы проходим слои страха. Очень мне нравится этот хоррор. Действительно классный. Разработчики большие молодцы. Кто это сделал? Прям можно пожать руку. Не часто встретишь вот именно среди инди-хорроров настолько качественные игры. В плане визуализации особенно. Сюжет-то тоже такой, ну, довольно интересный, но стандартненький. А вот визуализация игры на высшем уровне. Вот здесь точно знаю, батарейки лежат. Да, помню. Два ключа здесь не подходят. Интересно. Я ожидала, что реально все подойдет. Хорошо. Какую же дверь мы еще пропустили? А, мы новый ключ здесь получили. Значит, этот ключ, скорее всего, подойдет к одной из запертых дверей в этой части дома. Ага. Какие у нас тут двери были заперты? Я уже не помню. Много не включая ламп, а то быстрее пробки выбьет. Это серьезно так или как бы это предположение? Мне кажется, что тут, как бы, сколько не включай... Опять кто-то, псс, сделал. Сколько не включай, все равно выбьет все это дело. В определенный момент. Просто это как бы, ну... Скрипт сработает, и все. Все равно это произойдет. Кстати, о слоях. Мне думают, что лучше всего переводить, как наслоение страха. Ну, все равно это звучит даже так, на слоях страха. Все равно это странно звучит. Ой, это спички, ладно. Кто опять... Да что такое? Кому не имется-то, а? Кому ручки-то обломать? Кто здесь постоянно играет на этом пианино? О-о-о, не умеете играть, не беритесь. Только испортите все. Если часто света рубать, раньше без света будешь... Так, наверх мы ходили, в эту часть там уже ничего нет. Хорошо. Еще есть вариант пойти в самый низ. И, возможно, какая-то дверь там откроется. Одна. Кстати, тамплер, привет. Вот, и тут двигалась, точно. Да! Подошла. Ну, это логично. Что здесь будет большая кукла. Это логично. Чучело уже есть. Теперь давайте кукол мне подавайте. Конечно, все, все чего я боюсь, все мне будут давать в этой игре уже, походу. Это даже не кукла, это клоун. Ё-моё, это клоун. Он как живой, он как реально настоящий. Надо заглядывать своим страхом в глаза. Привет, клоун. Привет, клоун. Странный. Ой, нет. Только не свет. Свет выручать там, где есть клоун, лучше не стоит. Блин, у меня же есть ключ. Почему он не подходит? А вот тут еще дверь. Черт. Больше нет дверей, да? Не подходи близко и спиной не повернись. Вот спиной я не поворачиваюсь, а близко я уже подходила. Все, норм. Он пока, знаете, делает вид, что он безобидный клоун. Картины какие. Я, короче, вот так вот пойду, следи за главой клоуна. Он что, ее будет менять, голову? Вроде он смотрит пока вот кос, вот как угол есть, и он так прямо смотрит. Под углом. Окей, я запомню. Запоминайте, как голова у него расположена. Потом будем его проверять. Доверять клоуну нельзя. Все, пока, парень. Вот был бы страх, если бы я так вот повернулась, дверь бы закрылась, я поворачиваюсь обратно, а там он уже тут стоит. Вот я бы точно от страха обосралась бы. Все. И стрим бы закончился на этом. Ну ладно, к счастью, он это не сделал. И то хорошо. А склазь, а что ты мне тут дверь дали, там же ничего не было? Кроме пищалки клоуна. Возьми спички, да у меня спичек по максимуму. На спичек максимум, ребят. Я больше не могу их брать пока. Я же их не использую. Пока что. Возле него что-то лежало? Серьезно, возле него что-то лежало? Я же проверяла, ничего там не лежало. Хорошо, давайте еще раз ходим проверим. К этому клоуну я, конечно, не хочу, но надо. А, ну возле него спички лежали. Вот это спички. А, хотя я их могу взять. Ну ладно. Больше ничего. Я думала, тут ключ лежит. Это было бы главнее. Ой, я даже спиной могу бежать. Это удобно. Ну что ж. Будем сейчас искать, куда применить. Хотя этот ключ, скорее всего, нужно сначала еще какую-то дверь тайну открыть, а только после этого вот этот ключ подойдет. То есть нам сейчас нужно еще какую-то ключ найти. Возможно, главный герой нам сделает подсказку. Мы разберемся. Вот это мне еще баба напрягает. Такое выражение лица с подозрительной. Доверять женщину с таким лицом нельзя. Вот из этой картины выплыла какая-то тварь, но она больше туда не вылезает. Сейчас дверь сломается такой из Джоли. Это Джоли. Подозрительно. Что же дальше делать? Я что-то где-то упустила, походу. Еще дверь. Вот странно, что на том пианино очень часто тот играет, а вот здесь вот никто не играет. Мне нравится почему-то никому эта пианино из призраков. Ой, ну что ж, ваше предположение, ребята. Походу мы попали в ступор. Я пока даже не знаю, что делать. Женщинам с каким лицом можно доверять? Это очень важный вопрос. То знаешь, тут очень много параметров, смотря в какой обстановке в данный момент находится женщина, что, какие факторы влияют на ее эмоциональное состояние. То есть в каждой из таких ситуаций выражение лица должно быть определенным. Если оно другое, то доверять нельзя. То есть это нужно посвятить этому вопросу, наверное, всю жизнь. Почему мы не отражаемся в зеркале? За клоуном новая дверь в глубине. Там две двери, но они... Ни одна из них не подошла. Ключ не подошел. Ну хорошо, давайте еще раз ходим. Окей. Еще раз клоун, привет. Мне так понравился, что я прям без себя не могу. Вот, одна дверь. Дверь, ключ не подходит. Вот, вот, вторая дверь. Ключ не подходит, видите? Тут больше нет дверей. Вот, все. Фонарик, нет! Смотрите-ка, батарейка потихонечку останавливается, но только одна, одно деление. А когда одно деление, очень... Очень плохо светит фонарик. Но, по крайней мере, можно даже, наверное, всю игру пройти вот с таким вот поломанным фонариком, мне кажется. Короче, пока больше не буду вставлять новые батарейки, пока нам свет не отрубят. Вот тогда уже... Да. Тогда уже включу новые батарейки. Вот так, посвятишь всю жизнь этому вопросу, в итоге нашел, кого можно доверять. А жизнь-то уже кончилась. Да. Если творится какая-то дичь, кровь в кишке, и девушка улыбается при этом, то верить нельзя. Это определенно точно, да. Вот это точно. Правильно подмечено, да. Это уже вызывать некие подозрения, знаете, такие вот. Они небольшие. Но все-таки так вот. Явно девушке какие-то странности присутствуют. В голове? В голове? В том, дверей же никаких нету больше? Нет, тут нету. Хорошо, парень, давай мне свою подсказку. Походу, мы в ступоры. Я тут уже везде тысячу раз была. Я так и знала, что вот... Что статуям доверять нельзя. Еще себе, блин. Вы-то видели? Он только что при нас голову опустил обратно. Че за хрень? Значит, и слышали звук вот этот, как будто веревки шуршат? Вот, значит, это действительно... Когда вот эти веревки шуршат, мы слышим, это действительно статуи шевелятся. Мое предположение было верным. Ешкин кот. Хорошо, а где ключ-то? Ну окей, я напугалась. Кример случился, а ключ где? Кто-нибудь видит где-нибудь ключ? Доверяйте Харлик Энн? Не, Харлик Энн вообще нельзя доверять. Она же непредсказуемая. Тут уж от нее... Можно ожидать что угодно. По жамкой дудку-клону при каждом посещении крайне важно. Ну, конечно. Вдруг он так добрее будет? Вот ты каждый раз жамкаешь его дудочку, а он к тебе добрее становится. Расположение у него повышается. Уровень расположения. К тебе. И он уже... К тебе настроен более благосклонно. Чем если бы ты не жамкал эту дудочку. Это тактика. Может на улку сходить? Ну... На улку сходить? Ну, можно, в принципе. Давайте сходим. Хотя я там уже все как все видела. Я к девочке-то ходила. Что еще там увижу на этой улице? Ну, окей, давайте сходим на улицу. Кто-то... Ой, е-мое, я испугалась. Я думала, что рука гладит женщину по голове. А это просто тень была. Интересно, а можно сейчас просто взять и уйти оттуда? Сейчас прям в ночь уйти в лес. Только лишь бы из этого дома выбраться. Донат на мультиварку? Ну да. А чем тебе нравится такой донат? Отличный донат. Полезный донат. Моя-то любимая пароварочка сломалась. Готовить не на чем. Мирочка голодает. Нужна срочно мультиварка. Так, главное, чучело на месте. Чучело на месте. Это хорошо. Так, что такое? Вот сейчас были опять эти шевеления, как будто статуи. Чучело-то на месте. Чучело голову повернуло, ребят. У него голова прямо была. А теперь голова повернута в другую сторону. Вы это видели? Блин, и фонарик погас. Неприятно как-то. Да, никому здесь нельзя доверять. Еще здесь есть дверь еще одна? Блин, я так думала, что она подойдет. Короче. А нет. Так, чучело, по-моему, опять бошку повернуло обратно. Очень прикольно в безлунную ночь выйти на улицу и отойти от дачи в лес. Да, я тоже это люблю. Но главное, недалеко. О, звук меня напугал. Может быть, нам нужно какую-то электростанцию найти, проводку проверить. Где здесь устроено это все? Где-то проводка может быть устроена. Электрощиток. Там вот еще есть какой-то вот, там вот вдалеке есть, видите, маяк. Вот он, мне кажется, что-то должен назначать. Не зря он там стоит. Ладно, где здесь может быть щиток? Проверить электричество. По логике, если электричество барахлит, главный герой, наверное, должен пойти к щитку, там, посмотреть, что происходит. Ну, где вот эта штука должна стоять, находиться? Возле дома, наверное, где-то. Кажется, задача игры пожамкать дудку. Ага. Вот у меня такие подозрения, что в конце игры мы найдем ключ вот от этих ворот. У меня такие подозрения почему-то. Возможно. Возможно, мы реально найдем ключ от этих ворот. Кстати, помню, что мы в любое время можем вольнуть отсюда. Да-да, ребята, если у кого-то нервы совсем зададут, он может просто уйти. Ворот не закрытые, ворот открытые. Веря, как ты сломала пароварку? Было, поди, заигралась? Нет, ребят, просто пароварке очень много лет. Она у меня постепенно разваливалась по частям. И в итоге взяла и развалилась окончательно. То есть я ожидала, что в ближайшее время она сломается. Потому что она просто то один кусочек у нее отколилась, то второй, то третий. Вот так вот постепенно ломался, 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 и все. Вот так вот это доломалось. Так что это была как бы, ну, не какая-то неожиданность. Это был вполне ожидаемый процесс. Ну, вот у меня больше никаких вариантов, походу. Походу, врезря мы вышли и ничего не нашли нового. Нужно ждать подсказки от главного героя. Рано или поздно он должен нам ее дать. Мучительная смерть пароварки. Обычно в подвале, но подвала нет. Да, в том-то и дело, что подвал... Может быть он и есть, просто мы не нашли дверь к нему. Тут, видите, все так запутанно, лабиринты. Хорошо. Кого какие идеи? А что делать дальше? Мы в ступоре, господа. Там клоун. Может быть у клоуна что-то появилось? Не даешь ты мне покой, дружище? Прям вот аще. Ну дай мне ключик. Ну дай. Клоуняша, дай ключик. О, гугл, как открыть дверь? Да. Как открыть дверь? Найди ключ. Подожди-ка, там что-то лежит. А, это сверкают эти стаканы. Я думала, там ключ сверкает. Печельно. Что ж так сложно-то стало вдруг? Мы что-то где-то упустили, ребят. Вспоминайте, что мы где могли упустить. Давайте, смекалку включаем все вместе. Мы должны общей массой задавить умом эту игру. Нас же много, мозгов много. Мы должны во всем разобраться. Что от нас хочет игра? Конкретно данный момент времени. Какое действие она ожидает? Ты что-то пропустила. Логично, что я что-то пропустила. Это я и сама понимаю. Вот и что. Мы могли пропустить ключ после скримера у бюста. Я там вроде все же обследовала. Вы же видели, что я там стояла и просто... Все вокруг него, вокруг этого бюста перерыло. Там ничего не было. Мозгов очень много, это право на толку ноль. Ладно, сейчас вернемся к этому бюсту. Он вроде шел. Вот он-то, бюст подозрительный. Но, признавайся, где заныкал ключ? Вот внимательно, ребят, смотрим все вместе. Видите, где-нибудь тут ключ. Я не вижу. Сейчас всю комнату обследую, сверху дом уже. А на полу бюста, мне кажется, мы скримеры там тоже пропустили. Не, где? Вот на полу бюста я же все смотрела. Видите? Нет, ничего. Нет. Вот, ничего. Просто пустота. Орел Коннек, привет, успел. Где ключ? Ты не мог отдать его человеку из столбы? Эта игра сложнее мемов на фо-чане. Я удивлен. Но это игра на внимательность. То есть тут нужно, видите, на запоминалку, на внимательность. То есть тут нужно мозгами-то работать нехило, на самом деле. Ну, это батарейки, ребята, это не то. Ты нашла ключ на улице? На столе. Слушай, на улице сегодня я выходила два раза. Первый раз я встретила девочку на качелях и взяла у нее ключ. На столе вроде тоже когда-то забирала, но это же вообще давно было. Это же еще раньше. Разве нет? Или там еще один появляется? Что-то я вот... Тут сложно сказать. Уже как бы... Я уже два раза выходила. Второй раз выходила, стол смотрела. Там вроде не было никого ключа. А воды... А у воды на берегу ключа нету? Мы его смотрели. Я же при вас ходила к берегу, там ничего не было. Что-то все смотрела. По всем сторонам. Мир вновь в поисках ключа, а я в поисках ответов по обществу знания. Ну и как, я думаю, у тебя лучше дела проходят, чем у меня. У меня вообще с этим все тяжко, походу. Вот здесь был скример или... А, нет, не здесь. Там, где пианино, был скример. Но там тоже вроде мы не видели никакой ключ. Тут надо все проверять всегда. И проверяй клоуна. Да клоуна, я уже тысячу раз к нему ходила. Ничего у него нету. Вот около пианино. Кто-то играл. Тут тоже никакого включения. Ага. Я видела, он бошку повернул. Заметили? Он сначала в бук смотрел, а теперь вот прямо. Меня не приведешь. Хитрый мужик. Хитрые статуи. Все хитрые в этой игре. Приходи к нему, он ключи приносит иногда. Да я к нему уже тысячу раз. Я его каждый раз, вот как я мимо него прохожу, всегда к нему захожу. Я предполагаю, конечно. Ага. Это тоже бошку повернул. Тут все статуи бошки поворачивают свои. Есть что? Ключи есть? Ключ в комнате с двухъярусной кроватью в тумбочке? Серьезно? Так. Кто-то псыкает опять меня. Окей, погнали. А где только это? Это вот тут на втором этаже же, да? Да, на втором. Погнали. Двухъярусная кровать. Это тут у нас. Ах, я уже почти все запомнила в расположении. Класс. Так, эта комната мне нужна. Вот вторая комната. Вот она. В тумбочке, окей. А, точно. Спасибо за подсказку. Мы бы тут вообще долго еще мучились. Вот тут. Да. Тяжко, тяжко. Спасибо за подсказку. Огромно тебе. Он что, не менял у тебя место? Клоун пока никакое место не менял. Как было, так и осталось на месте. У меня же только появился недавно. Мы еще видим, с ним не настолько сблизились, чтобы он менял свои места. Он еще стесняется. Наверное, нужно почаще его пипку жмакать. Тогда он станет свободнее. Что за клоун? Клоун, которого мы нашли в доме. Он сидит и веселится. У него есть пипка. Окей, какие двери мы еще с вами... Не... Так, какие-то двери... Вот здесь вот вроде где-то. Дверь была вроде тут. Или это клоун? Нет, это не клоун. Клоун, значит, на нижнем этаже. Около клоуна две двери. Кстати, можем сейчас к клоуну исходить. Покажем заодно человеку, что за клоун. Сейчас полюбуешься на клоуна. Вот он сидит, милаха. Но пока у него положение головы одно. Вот он так смотрит. Я тут пройду, ладно? Пробую. Нет. Подошло. Я думала, это клоун сейчас на меня нападет. Я, знаете, впереди не ожидаю проблемы. Я ожидаю только от клоуна этой проблемы. А вот она и письмо. Класс. Ага. Еще одна нычка. Запоминаю. Десятое. Клоун. 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 И вот туда дверь. Дверь и диван. Диван. Кожа. Вот. Десять нычек у меня уже записано. Класс. Линда снова проснулась от шума, но на этот раз и я слышала его вполне отчетливо. Дверь атмосферная, страшная, да. У нас уже десять седьмой. Погнали. Сразу по нашему плану. Обследуем наружу, потом... Потом все остальное. Сколько всего дней? Кто-то сказал, что тридцать. Ну, я еще тут думаю, как-то многовато. Я бы сделала меньше. Я не думала, что она такая длинная, эта игра. Потому что вот... Вот считайте, два-четыре часа прошло уже примерно этой игры. То есть в прошлом стриме я смотрела. Два часа. В этом стриме почти уже два часа, наверное, прошло. То есть четыре часа и седьмой день всего лишь. Вот и считайте, это нам еще дофигища проходить. Еще часов в двенадцать-пятнадцать, наверное, эта игра. Как-то это много, по-моему. А, кстати, надо проверить. У нас это... Свет-то еще остался или уже выключили? Тут больше никаких подарков. Ну, ладно. Кстати, тебе тут 5К на мега-супер-дупер-мультиварку подкинули? Да, сталкер. Сталкер-молочинка. Подкинул на мультиварочку. Мега-супер-пупер-дупер. Мы тут уже радовались. Ой, окей. Свет-свет есть. Это хорошо. Это приятная новость, что свет все еще есть. Ой. Алло. Где ключ? Ты звонил? Ты что, мне зря, что ли? Вызывал. Там ключ должен быть. Ага, нет почему-то. Ну, сколько можно? Ну, алло. Кто голову повернул? Ты? Ты? Ну, че ты? А! Теперь в другом месте звонит. Тут? Свет-свет-свет надо включить. Алло. Нас готовят, ребят. Сейчас какой-то скример будет жесткий. Походу. Алло. Это прикольно сделано. Идем по телефонному звонку. Ой, это, наверное, не тут. Наверное, вот в этой двери. По звуку телефонного звонка. Че такое? Есть че-то страшное? А, ключ. Ключик получили. Это хорошо. Ну, иди вот это вот мне понравилось, телефон. Забавно так. Телефонный звонок нас ведет. Кто за стенами бегает? Кто-то прям вообще... Вообще жесткий. Толстый. Тут ничего нового. Хорошо. Хорошо. Я с лицом звук потише. Приготовься. К чему? Вроде еще ничего не... Ну, так ничего не случилось. Хотя, наверное, сейчас что-то случится. Сейчас мы какую-нибудь дверь откроем, а там... Что-нибудь... Меня напрягает вот эти вот... Вот это вот, этот дьявол, который тут висит. Это мы сейчас к клоуну пойдем, да? А, нет. Клоуну... Все время путаюсь. Тут похожие две комнаты с похожими проходами. Все время я в них путаюсь. Видимо, на первом этаже клоун. Да. Все у вас тут в порядке. Ну что, давайте погнали, наверное, в новое крыло. Скорее всего, весь смак там сейчас будет происходить. Сейчас еще здесь проверим везде повсюду, что такое происходит. Что все тут в порядке везде. Никто не нуждается в нашей помощи. Все счастливы. Наслаждаются жизнью. Это уборщица-ролевик с двумя мечами отыгрывает призрака. Уборщица-ролевик. Пожалуй, сделаю звук поменьше. Вот вам хорошо, ребята. Я-то звук не могу с вами менять. Мне нужно там устанавливать игру и все прочее. Мне вот придется как есть, так и есть. Тут вроде все двери я же открывала, да? Мне туда смысла нет идти. Ну давайте проверим, что там все в порядке. У уборщица. Она отдыхает. Что-то здесь вообще такая темень дикая. А, здесь точно, я вспомнила, здесь же нету. Да, здесь нету. В круг выключателя. Опять меня это платье фугает. Хорошо, тут все в порядке. Тогда погнали. Во вторую часть. В новой части дома. Звуки такие, как будто за тобой бегает симфонический оркестр. А, да, так это ребятки решили мне. Приятная озвучка сделать в этом доме. Призраки симфонического оркестра. Я думала, что это отсюда ключ. Я прям вообще очень серьезно надеялась. Именно на эту дверь. Странно. Отчего тогда это ключи? Блин. Подстала. Надо к клоуну сходить. Или мы к клоуну сходили уже? Нет, не ходили вроде. Давайте сходим. Проведаем его. Мне кажется, Элимир единственная стрельбишка, которая смотрит не за показывание сисек на стрелах. Не, ну они у меня тоже иногда мелькают. Я, правда, не часто их показываю. Но бывают у меня наряды и с ними тоже. Не вижу в этом ничего прям такого смертельного плохого. Что такое? Клоуна, главное, сидит. В сиськах нет ничего плохого. Сиськи это хорошо. Мне самой нравится смотреть на сиськи. У тебя тут ничего? Нет, у него ничего. Подошла дверь, класс. Главное, в закрытую комнату мне даже смотреть не хочется. Я просто смотрю на клоуна. Подумаешь, новая, неизвестная комната, что там непонятно. Главное, что клоуна сидит. О, батарейки. Вот. Вторая клоун, вторая дверь тоже батарейки. 11. Что это? Что это было сейчас? Это не клоун же? Он сюда не зайдет? Ой, я испугалась, блин, эта статуя. Вторая. Вторая дверь. Как настоящая покусилась у них. Да, батарейки, это хорошо, приятно, но нам они пока не нужны. Мы пока, видите, экономим. Здесь еще и спички есть, батарейки. Вообще очень полезная такая комната. Но только ключей нет, вот это напрягает. Вот сейчас что-то произошло, походу. А что это вообще такое в корзине? Я написал, что это корзина, чтобы я нашла ее. Фина. Так. Это рыба, что ли, в корзине? Походу, реально рыба. Фу, она что-то воняет, наверное, сколько она лежит. Здесь дверь есть еще одна. Офигеть. Ключ подошел тут, который я долго-долго копила. Офигеть. Офигеть. Ой, сейчас что-то будет. А, письмо будет. Да хорошо. Письмо. И батарейки. Тут еще, значит, есть следующая дверь. Двенадцать. Вы посмотрите, как много дают батареек. Следующая дверь. Вот. Тут просто пройтись рейдом. И кучу батареек насобирать. Хорошо, здесь есть письмо. Вороны крыжили над домом весь день. Из-за их карканья невозможно было находиться на улице. Капец, я тут в закрытой... В закрытой книгой сижу, хотя планировал открыть... А, тут в закрытой книгой ты сидишь. День восьмой у нас. Открывай тогда чувство. Митсури. Привет себе. Пойдем в Overwatch побегаем. Хорошо, давай вот я сейчас последний день пройду. Нет, тяжко остановиться, никак не остановиться. Ребят, в принципе... У нас еще один день. Или остановимся тут уже. Или пойдем в Overwatch и остановимся сейчас. Или... Или еще один денечек посмотрим. Такая залипательная игра на самом деле. Записки, походу, неспроста. Но записки, это как сохранялки идут. Правильно, батарейка это жизнь. Я думаю, это вода, акловид и все дела. Давайте последний денечек. Или вы уже устали от этой игры? Еще? Все хотят еще? Ну ладно, давайте последний денечек. Восьмой день пройдем. Ой. Сейчас я себе тут где-то волны. Офигеть. Офигеть. Вот сейчас, наверное, нам электричество отрубит. Вот сегодня это случится, я подозреваю. Должна вода попить, но нет. С 30 дней я точно не буду играть сейчас. На стриме. Либо вот прям сейчас закончим, либо вот этот день восьмой еще тоже пройдем, посмотрим. Бомния сверкает в жизнь. Так, оружище. А у нас, кстати, даже ключи нету. Ого, где искать ключи, интересно. Очень интересно, где искать ключи. Здесь никто приметит ключи. Халат будем проходить уже после панью драйв. Сначала тогда пройдем по нью драйву, и потом будет халат, ребята. То, что два одновременно хоррора, для меня это тяжко. Сразу в два хоррора играть, по-моему, нужно. Перебор. Что, никаких ключей не нашла, хотя я думаю, что она и будет. Я как чувствовала, я как, блин, чувствовала. Ну все, ребята. Мы начинаем игру. Настоящую, ага. Все. Класс. Класс. Да. Вот она игра началась. Не, ну пока тут сверкает молния, я, в принципе, не буду фонарик использовать, то есть менять им батарейки. У-у-у, какие тени жесткие. То есть, пока можно и так походить, в принципе, молния все подсвечивает. Вот когда и она прекратит светить, вот тогда можно будет уже и фонарик менять. Привет. Ты что за дерьмо? Так, мне кто-то сказал, что кошка мы встретим, вот походу мы ее встретим. Ну ладно, кошка это не страшно, если будет кошка, нам будет даже как-то уютнее. Кошки, знаете, они от зла защищают. Они, если что, помогут. Крабик, крабик. Ха-ха-ха-ха, Мира, снова тебя никого не люблю. Все очень плохо. Анар, прорвемся, ребята. Все будет хорошо, главное разобраться, где ключ нам искать новый. Возможно, ну за кошкой стоит побежать. Куда она побежала? По звуку кто-нибудь определил? Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кутенька. Ты где? Это не кошка, а клоун? Нет, клоун сидел, я-то не за ним наблюдала. Он сидел, и все было с ним хорошо. Это был именно кот. Какой-то невидимый. Может быть, это кот призрака? Призрачный кот. Призрачные домохозяйки. Домработница, точнее. Котя, ты нигде? Явно не здесь. Да, со светом мы окончательно распрощались, походу. Как-то не грустно. А вот эта вот статуя опасная. Вот мне кажется, что здесь тоже должен когда-нибудь появиться ключ, рано или поздно. Вот на этом пианино. Прям место такое подходящее для ключа. Ключ на ковре рядом с клоуном. Я же там была, там не было никакого ключа. Ну, давайте проверим. Окей. Там был скример. Там сидит клоун. Возможно, там есть ключ. Вот он точно. Вот я вечно так невнимательна. Здесь скримеры наверняка есть ключи. Что ж ты, Мирка, пропускаешь их? Ой, я что-то этот телек не видела. Я эту комнату вообще не рассматривала хорошенько так. Чуть-чуть в эту комнату вообще. Только не работает. А, электричества нет. Надо было его пожмакать, когда или у нас электричество было. Блин, подстава. Кленчик. Окей. Вот какой-то, может быть, двери ключ. У нас вот там наверху, похоже, с комнаты клоуна есть дверь запертая. Давайте ее проверим. А чей это пентхаус? Лин... Ну, здесь вообще парень вначале сказала, что тут люди больше 30 дней не выживают. И он здесь сюда с Линдой поперся зачем-то жить. И, походу, Линда пропала, и он пришел выяснять точно. Ключ подошел. Что случилось с Линдой? А, вот поэтому, да-да, мы 30 дней будем здесь выживать. Потому что, да, здесь никто, типа, не выживает 30 дней. Не знаю, что с ним происходит, но что-то с ним происходит. И вот нашему герою, видимо, тоже нужно прожить 30 дней, чтобы во всем разобраться. Так, хорошо. О, еще одна лестница, ребята! Вау! Это просто жесть. Округляем. Спасибо, Металикана. Округляем. Хорошо, округляем, да. Прямо теперь красивая цифра. Спасибо за донатик. Хорошо, все округлили. О, да. Ну, это вообще... Посмотри. Дверь без ключа открылась. Обалдеть. Просто я даже уже устала записывать все нычки с батарейками. Ну, просто, ну, потому что... О, ключ. Потому что уж... Тут уже просто такие лабиринты, что уже даже не знаешь, как путь писать. Наверное, рисовать нужно. Нашли двери. Что это? Мышь. Тут у нас кошка была. Эй, киса, иди к лове мышь свою. Киса, тут это у нас мыши завелись. Иди-ка работать. Что ты тут без дела бродишь по дому хоть? Хоть. Приноси пользу. Я уже вообще не понимаю, откуда я пришла и куда мне... А, вот это... Так, точно. Я пришла оттуда, скорее всего. Ага. Вот тут у нас дверь была. И вот тут дверь была открыта, и вторая дверь была закрыта. Нет, не подходит. Ну, ладно. Просто невозможно уже. Киса халтурит. Да вот, представляете, завели кошку, и сразу крысы приперлись. Вот странность. И должно быть вроде наоборот. Ну, ничего не пропустила. Склинеров никаких. Ну, ладно. Окей. У нас появился еще один ключ. Куда же его использовать-то? Возможно, в новой части дома. Точно. Давайте проверим. Попробуем новую часть дома. Она у нас в той стороне. Что такое? Кто-то опять что-то передвигает по ковру. Шесть. Да, без света-то уже не так весело, скажу я вам. Опять кто-то псыкает мне. Напсыкался тут уже, а? Так, вот тут, по-моему, ничего не должно быть. Нет. Тут уже... Я знаю, вот есть одна дверь, которая точно закрыта, и мы ее не проверяли. Погнали туда сразу. Вот. Все мне туда тянет. Там наверняка что-то есть. Блин, да что же такое, когда эта дверь откроется? О-о-о-о. Неправильный кот, горе в семье. По-моему, все коты немножечко неправильные. Они все какие-то, знаете, ну ненормальные. Наголову двинутые. За это мы их любим. Что они не такие, как мы? Мира, как так? Без света не весело. Нет, ты что, как раз наоборот, без света веселее. Ну, знаете, в незнакомом, малознакомом доме, где постоянно происходит какая-то подозрительная фигня, без света не слишком весело. Вот с этим платьем рано или поздно что-то произойдет. Вот он, не знаю, снимет себя с вешалки и пойдет гулять куда-нибудь. Или оденется на клоуна. От этой игры можно ожидать что угодно. Паранормальная активность. Да. Тут она такая. Паранормальный некуда. Ну что ж, получается, мы тут все обследовали. И здесь ничего нету. Для нас подходящего пока что двери не открываются. Значит, этот ключ надо применять где-то в другом месте. На тридцатый день главгерой найдет записку «Хочешь получить свою гражданочку назад? Уходи, не оглядывайся, а глянешься, хуже будет. Но он оглянется, увидит ее на мгновение, и она исчезнет навсегда, а мрак пойдет с ним». Вот. Надеюсь, это не спойлер. Потому что... Вообще, вот эта вот история очень напоминает различные мифы. Очень часто используется этот прием в мифологии. Так, что-то сюжет довольно банальный. Про не оглядываться назад. Потеряешь любимую, а он оглядывается. Так, тут клоун или нет? А, нет, здесь не клоу. Здесь вот проходки. А, кстати, я же наверх еще не лазала. Точно. Погнали наверх. Мы еще тут не смотрели. Вот тут еще наверх. Дом, прекрати. Может, хватит? Когда ты закончишься, какой-то дом просто бесконечный. Дом бесконечный. Как вообще так можно жить, а? Еще один этаж. Обалдеть. Ребята. Если спойлер, то мир у тебя забанит. Но если спойлер, то да. Но если это не спойлер, то нет. Может быть, это просто предположение человека. Не обязательно это может быть спойлер. Я же не знаю, чем закончится эта игра. Охренеть, ребята. Ох, какая-то гора красивая там имеется. Так, здесь статуя есть. Судя по звукам поворачивающихся голов, тут имеется статуя. И она поворачивается. Ох, подошла. Детская. Свет, нет. Свет не хочет включаться. Ключик еще один. Ох, и записка. Старая кукла клоуна пугает Линду все больше и больше. Она едва отваживается проходить мимо нее. Вот, не я одна. Боюсь этого сраного клоуна. Не я одна. Ой, у нас день девятый. Вот на этом как раз мы закончим. Фух. Да. На этом мы сегодня закончим в плане... этой игры. у- three. У Państwa.